В комментариях к моему видео про проводное радио один из зрителей предположил, что приемники проводного вещания до сих пор устанавливаются для того, чтобы спецслужбы могли людей прослушивать. Ну, конечно, это шутка, и в реальных условиях такое, конечно, вряд ли происходит, но тем не менее в каждой шутке есть доля правды, и технически это возможно. В силу того, что динамик может работать в обратную сторону, то есть как микрофон, а затем сигнал может пройти через трансформатор и попасть в линию, то, в принципе, технически это возможно. И вот то, что я сейчас делаю, это как раз демонстрация того, как это может происходить. Сейчас я просто взял такой приемник, подключил к микрофонному входу своей звуковой карты, ну и, в принципе, какой-то сигнал, как вы можете слышать, получить удается. Качество, конечно, не очень высокое, слышно много помех, в том числе слышно наводки от проводного вещания, которое я у себя в квартире обрезал, но в подъезде оно есть. И, как видно, этих наводок достаточно, чтобы можно было слышать радио на фоне моего голоса. Ну вот, в общем, так это все работает. Конечно, в реальной жизни применимость такой, в кавычках, технологии весьма ограничена, из-за того, что много абонентов подключаются к одной линии, сложно будет разобрать, кто именно что говорит, ну и, кроме того, много помех, их будет сложно отфильтровать. Но, тем не менее, хоть в каких-то специфических случаях это действительно в теории может использоваться. Спасибо. 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 Спасибо.